Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули. Я вроде как разложила все очень красиво, все выглядит безумно аппетитно, но почему-то в кадре мне не нравится картинка, мне не нравится, как я выгляжу, не нравится, как выглядит еда. Возможно, это связано с тем, что нет искусственного освещения, не знаю почему, но почему-то в этом видео я реально очень старалась, наряжала себя, наряжала стол, но что-то получается как-то не то. Но да ладно, ничего страшного, пусть будет такой мукпанг тоже. А что у нас на сегодня? В последнее время у меня такое вдохновение снимать мукпанги, я не знаю почему, у меня бывают периодами, порой бывают у меня апатии, не знаю, неделю-две, мне не хочется снимать, в этот период я не снимаю, и все меня закидывают камнями, вот ты нас бросила. А иногда бывает такое, что прям каждый день мне хочется снимать контент, и вот сегодня тоже такой же день, вчера я снимала мукпанг, сегодня, даже сегодня можно два мукпанга снять, и я решила вот в такие дни снимать контент, а потом выкладывать. Выкладывать тогда, когда у меня апатия, загрузить видео и просто оставить. Вот когда не будет настроения, я буду выкладывать. На самом деле это у меня не работает, не работает, почему могу объяснить, не работает, потому что как только я сняла контент, мне сразу его хочется выложить. Итак, что у нас на сегодня? У нас лапша, удон, я взяла с красной рыбкой, но я почему-то думала, что рыбка будет немножко другая, выглядит она как курица, надо, кстати, попробовать. Это рыба. Я почему-то думала, что форель будет сверху, как вкусно, немножко с остринкой. Также взяла мои любимые спайсы с креветкой, просто они немножко большие, очень вкусные, и давно у нас с вами не было бургер-ролла, прям очень давно. Мне кажется, удон тоже давно не было, все, кто кушают, приятного вам аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал, ждать новые видео, пишите мне в инстаграме. Буквально вчера мне писала девушка, которая только-только рассталась со своим парнем. Написала мне огромный текст, и почему-то думала, что я не отвечу. Сказать честно, я уже в последнее время очень редко что-то выкладываю на свой русскоязычный инстаграм. Но именно поэтому я увидела ее сообщение, потому что людей, которые мне там пишут, не так много. Мы даже не обменялись телегами. Я ее в какой-то степени поняла. Мне кажется, каждая из нас проходила через этот сложный период в своей жизни. Мне кажется, самое главное в этот период – это поддержка. Суть заключалась в том, что они с бывшим вместе работают и никак не могут расстаться именно поэтому. Но он там, конечно, вообще… Не буду даже в подробности вдаваться. Возможно, моя подписчица не хотела бы слышать свою историю вот здесь. Просто похожая ситуация была у моей одноклассницы. И вы знаете, в тот период я такие дурацкие советы ей давала. Вот сейчас вспоминаю, и просто самой стыдно за то, что я несла. Какой бред я просто несла. Как же соленая. Соленая и острая одновременно. Моя одноклассница, которая сейчас уже замужем, была реально в созависимых отношениях, где просто ею игрались. Вообще есть такие люди, которые не настроены строить отношения, а просто питаются чужими эмоциями, чужими переживаниями. Вот как только он понимает, что он нужен, он исчезает. И вот в такой момент просто очень важно вычеркнуть человека из своей жизни. Возможно, действительно люди меняются. Меняются в лучшую сторону. Если вы хотите кого-то изменить, это сделать будет почти нереально. Надо, чтобы человек сам захотел в какой-то сфере измениться. Как вкусно. Я просто не могу сосредоточиться. Вот абсолютно серьезно вам говорю. Я не могу сосредоточиться, потому что это нереально просто вкусно. Я прям наслаждаюсь. Смотрю других мукбанкеров, и все, у меня начинается. Я тоже хочу что-то снять. Я тоже хочу. В общем, мой совет девушкам, которые хотят расстаться, и у них не получается, хотят забыть человека, и все, он постоянно мелькает. Это просто заблокировать, перестать общаться, пока ниточка из прошлого просто плетется за вами, ваше нынешнее не начнет складываться. Именно из-за того, что вы сравниваете человека, вы не можете сосредоточиться на новых отношениях. Я, конечно, не психолог. Но иногда человеку просто нужно выговориться, не обязательно квалифицированному специалисту. Вот когда подписчики мне пишут в моменты, когда им плохо, мне настолько приятно, что люди в незнакомом человеке видят вот эту опору. Казалось бы, мы не знакомы абсолютно. Просто человек смотрит мои видео, и я стала ей настолько родной, что она решила поделиться своим сложным моментом в жизни со мной. Это реально настолько круто осознавать. то же самое и у меня, то есть я, в принципе, могу поделиться с подписчицей о какой-то ситуации. Никогда не пробовала удо с рыбкой. Это очень вкусно, но как будто пересолили. Вот прям супер, но пересолили, вот честно. Давайте пробовать бургер-ролл. Выглядит он очень аппетитно. Надеюсь, что он не настолько соленый. какой-то он. Вот здесь внутри кусочки форели. Любая травма, да вот любая, она со временем притупляется, и ты начинаешь более осознанно смотреть на ситуацию. И когда ты оглядываешься назад, ты понимаешь, что все эти переживания, все эти слезы пролитые. Все это ерунда. Если бы тебя ценили, уважали, любили, то тебя бы не бросили. Поэтому самоуважением никуда не деваем, и пришли они все. Когда я была просто подписчицей, не блогером, то я вообще была таким человеком, я вот, например, смотрю кого-то. Мне было всегда стыдно не то, что написать блогеру. Мне было даже стыдно написать какой-то комментарий, а вдруг мои знакомые, там, не знаю, подружки, кто-то увидит, что я написала этот комментарий. Я не знаю, почему я жутко этого стеснялась. А сейчас я понимаю, что здесь такого. Сейчас вот я с удовольствием всем пишу комментарии. Много где выражаю свое искусление. У людей были такие мысли, а кто она вообще такая, какой-то блогер, почему я должна писать ей комментарии. Сейчас люди просто как-то спокойно к этому относятся. Мне кажется, раньше я была более токсичным человеком, более завистливым. Возможно, это просто был какой-то подростковый период. Но мне кажется, где-то в 14-15 я была такой, знаете, чисто токсик. А сейчас со временем как-то повзрослела. На какие-то ситуации я смотрю, настолько ровно. единственное, что может просто ужасно вывести меня из себя, это несправедливость по отношению к какому-либо человеку. Вот несправедливость я просто не могу терпеть. Как только появятся какие-то новости, я вас обязательно уведомлю об этом. И вот завтра мы идем на день рождения. На этом все, мои хорошие. Действительно, было очень вкусно. Очень вкусная лапша. Но я не знаю, что с ней придумать, потому что она очень-очень соленая. Как будто ее три раза посолили и забыли про это. Наверное, напишу всех поддержку. Другого варианта нет. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.